Пункты приёма анкет будут работать сегодня до 8 часов вечера. Если вы ещё не приняли участие в викторине Югре-900, то ещё есть время. Анкету можно заполнить либо непосредственно в пунктах приёма, получить её можно у волонтёров, либо вы можете прямо сейчас зайти на сайт открытого региона и скачать её там. Минимальный возраст участника викторины – 6 лет. Всего же подготовлено более миллиона анкет. В электронной форме бланки скачали более 25 тысяч раз. Примерно за 2 часа работы нашей у меня зарегистрировано 40 человек. Как бы наплыв пошёл хороший. Сейчас люди проснулись, все довольны, приходят, голосуют. И потом подходят к нам, участвуют в анкете. Среди самых ценных подарков за знание истории родного края – 34 квартиры, 34 автомобиля, 24 путёвки на две персоны на лучшие курорты России. А ещё другие призы вроде бытовой техники. Организаторы уверяют – можно получить телефон и телевизор, велосипеды, различные подарочные сертификаты. Но, как отмечают сами участники, главное – не столько приз, который ты можешь получить, а знания и кругозор. Ребёнок зато сел, прочитал, хоть чуть-чуть теперь побольше кругозора. И младшая тоже подтянулась уже, тоже прочитала. Понесли в другую школу с папой. Понятно, что это всего лишь часть большого масштабного проекта «Югра многовековая». Но уже сегодня видно, насколько сообщество идёт не только само, участвуя в выборах, но идёт с детьми, подключает к этому вопросу детей. И это здорово. Когда дети и родители участвуют в совместных каких-то делах, важных как для государства, так и для самих себя, это, наверное, то, к чему нужно стремиться. Кстати, уже есть первые обладатели призов викторины «Югре-900». В конце недели состоялся конкурс репостов среди сургутян. Каждый мог разместить на своей странице запись о розыгрыше. Победителей определяли при помощи специальной программы генератора чисел. Условие было лишь одно – наличие прописки в нашем городе. Победителями стали пять человек. Все они получили в подарок iPhone X. Честно, как всегда, делаешь репост и не ожидаешь то, что ты выиграешь. Ну, не прошло и двух часов, как я выиграла iPhone. Это на самом деле всё замечательно. Сделала только вот буквально два часа назад, и уже я здесь с новым десятым iPhone. Ну, это круто, мне кажется. Неделю организаторы берут на то, чтобы проверить правильность ответов на вопросы анкеты. По прогнозам, в викторине «Югре-900» примут участие около одного миллиона человек. Победителей будут определять 24 марта в ходе онлайн-трансляции. 24 марта абсолютно чисто, прозрачно, в ходе онлайн-трансляции в большой барабан будут помещены, например, берём Сургут. Отдельно для Сургута все участники, талоны с шестизначными номерами будут помещены в большой барабан. И ребёнок будет вытаскивать просто номер этого талона, того, кто станет обладателем. Сначала квартиры будут определены, потом распределены машины, прекраснейшие лады-весты, ну и так далее. В Сургуте 900 призов, поэтому мы долго и упорно будем смотреть онлайн-трансляцию. Кстати, Сургуту повезло больше других муниципалитетов. На наш город предназначено больше всего призов. Добавлю, что после онлайн-трансляции определения победителей на сайте открытого региона будут размещены соответствующие списки. Так что, если вы по каким-то причинам не сможете запустить интернет-вещание с результатами викторины, можно будет ознакомиться после. Продолжение следует...